Всем привет! В этом ролике я хочу рассказать о том, как я ходила сдавать ЕГЭ по литературе в 2023 году. Это был очень классный опыт, который мне безумно понравился. Задачи заключались следующим. Еще раз испытать на себе вот этот мандраж, эмоции, атмосферу, погрузиться в это состояние. Второе, первое, быть именно в разборе демо-версии. Я хотела рассказать ученикам сразу же из первых уст темы, которые встречались. Ну и в целом, хотелось попробовать. А что? А что не так? Хотелось попробовать. И я сходила, и я абсолютно не жалею. Но, скажем так, что у меня было на экзамене? Я иду на ЕГЭ. Вроде вообще не готовилась, абсолютно не готовилась. Я была за день до этого в Казани. Прилетела в Москву поздно вечером, подела домашние дела, задачи, вопросы, и легла спать. У меня даже перед сном ручек не было. Сегодня 19 марта. Я вообще забыла, на самом деле, какой день. Просто перед роликом решила снять. Завтра я иду сдавать досрочный экзамен. Вообще не готовилась абсолютно. Время 11.19. Я думаю, где же найти костюм Бетро 1 для съемок во вторник? Первый раз так безответственно. Абсолютно вообще ничего не делала. Ну, посмотрим, что завтра будет. Ехать очень далеко. Придется рано вставать. Когда увидела, куда нужно будет поехать, я подумала, точно я хочу. Но нет, хочу все равно попробовать. Так что поедем, посмотрим завтра. Я пошла в очень таком странном состоянии. Вроде как я не боялась, но при этом не хотелось стрессовать уже на самом экзамене, кого-то встречать. В целом не хотелось ни с кем общаться на экзамене. И я пришла сдавать досрок. Атмосфера такая же. Так же проверяют по металлоискателям. Вот это все у меня запищало где-то. Я стала все показывать. Они стали меня исследовать. Я им все показываю, все открываю. Я говорю, вот я чиста, у меня ничего нет. У меня даже карманов нет. Шпаргалки я с собой на экзамен не брала. Ничего я с собой не брала. Брала только свою голову, гелевые ручки и паспорт. Итак, сегодня 20 марта. Я проснулась. 8 утра. Очень далеко меня распределили. Это район Строгино. Буду добираться где-то минут 20 до туда. Конечно, не очень удобно, как мне кажется. Могли бы поближе найти место. Ну да ладно. На самом деле сейчас очень сильно волнуюсь. Не знаю, с чем это связано. Тоже не хочется погружаться в эту атмосферу ЕГЭ и погружаться в это состояние, потому что оно действительно немножко неприятное. Единственное, я не распечатывала приглашение на экзамен, потому что у меня дома нет принтера. И надеюсь, что меня пустят. И без этого обычно просят паспорт взять, ручки. Приглашение я всегда тоже печатаю. Ну да, посмотрим. Короче, идем, идем, идем. Решила, что не буду завтракать. Хотя это плохой совет. Всем рекомендую завтракать. Просто я очень сильно начинаю нервничать, когда у меня полный желудок. И еще хуже себя чувствую. Так что как-то так. Вообще не боюсь какой-то конкретной темы. И хочу сказать, что задания вполне себе адекватные. То есть чего-то такого страшного я не встретила. Если вы еще не смотрели мой ролик по разбору заданий до срока, обязательно посмотрите. Там все задания с решениями. Я думаю, что вам это будет обязательно полезно перед ЕГЭ разобраться, посмотреть, какие вопросы были. Всегда, когда мы решаем задания прошлых лет, это всегда полезно и всегда работает. Поэтому вас прошу, пожалуйста, смотрите задания прошлых лет. Это вам очень сильно поможет на ЕГЭ. Иногда некоторые темы повторяются. Просто в разных регионах дают, но темы повторяются. Поэтому лучше всегда прорешивать задания прошлых лет. Я уже часто замечаю, что эти темы повторяются из года в год. И если вы знаете о темах, то почему бы их не поработать. Прихожу я на ЕГЭ, вроде все легко, в тестовой части отца и дети. Единственный вопрос, который меня смутил, это то, что кто-то хромает. И я думаю, а кто у нас хромает? Вроде бы Павел Кирсанов. Он же там в дуэре участвовал. Но у меня было прям такое серьезное сомнение. В третьем задании я указала неправильно. И за это поплатилась. Потеряла один балл. Я вышла с экзамена и сразу узнала. Сразу поняла, что это был Николай Петрович. Я сильно расстроилась. Поняла, что ну такое, не будем мы рассчитывать на эти результаты. Уже одна ошибка. Уже не сто. Ну и значит все. Значит нет смысла на что-то дальше надеяться. Вышла я с экзаменом. Почему на экзамене встречается то, что я обычно даю на уроках? Это удивительно и круто. Честно я вам скажу, я этой своей работой недовольна. То есть я не считаю, что она написана как-то, ну каким-то особым языком. Или как-то поособенному. Мне кажется, достаточно простая работа. И если бы я сама ее проверяла, я за многие моменты снизила. Вы можете посмотреть мой разбор. Дальше в этом ролике я буду разбирать свою работу и показывать. Провожу время с друзьями. Проходит 10 дней. Нахожусь с друзьями в Пушкино, на даче. Мы жарим шашлыки. И вижу, что ученица мне пишет сообщение. Париша, результаты пришли. Я думаю, ну что же ты будешь делать? Захожу с друзьями, говорю, пожалуйста, посмотрите за меня. Не хочу смотреть на этот позор. В итоге друзья мониторили-мониторили. Ничего там не было. На следующий день мы еще раз зашли. И уже дома я зашла и увидела, что у меня 96. Страшно. 96. Ура. На самом деле противоречивое ощущение, потому что 96 это не 100. А я как преподаватель должна сдавать всегда все на 100. Но результат, как мне кажется, хороший. Ну это реально классный результат. Я даже знаю, где ошибка. Ошибка в тестовой части. Вот могу показать. Вот так вот закрою. Вот это мои результаты. Выглядят они вот так. Предлагаю посмотреть, за что мне сняли. Да, мне сняли в тестовой части. Я перепутала, как выглядят Николай Петрович и Павел Петрович. За это мне сняли балл. На самом деле, правда, смешанные до сих пор ощущения. Вот вроде как бы хорошо. Это очень хороший результат. Я считаю, у меня все сочинения на максимум. И просто дебильная, дурацкая ошибка в тестовой части. Это всегда очень неприятно, очень обидно. И я думаю, что мы с учениками будем очень много работать над третьим заданием. Потому что оно такое очень неприятненькое. Ладно, ладно. Но если очень надо. Я считаю, что ЕГЭ обязательно преподавателям нужно писать. Потому что таким образом освежаются знания в голове. Преподаватель понимает, что все, что он дает, это реально нужно для экзамена. Я очень рада, что я сходила. Потому что я удостоверилась в том, что это не просто вот рассказы, как мне другие говорят, да. А именно основываясь на своих занятиях, основываясь на том, что я ребятам рассказываю, я написала этот вариант. Например, у меня было 12 сочинение по лирике Тючева. Почему я выбрала Тючева? Да просто потому, что мы недавно с мастерами обсуждали Тючева. И вообще очень хорошо он у меня пошел сразу же, моментально. И я подумала о том, что если я вспомнила Тючева, мои ученики тоже, возможно, бы использовали Тючева в этот момент, в данном контексте. Как бы очень классно преподавателям ходить на экзамен, смотреть на реальные задания, освежать все это в памяти, в голове. И одно дело, когда ты рассказываешь материал, рассказываешь информацию, а другое дело, когда ты сам пишешь эту информацию. Еще я заметила такой очень важный момент, что чем больше ты знаешь литературу, ну, чем лучше ты знаешь литературу, тем сложнее тебе писать ЕГЭшные сочинения. Почему? Да просто потому, что когда ты объясняешь информацию, то ты всегда все поясняешь ученикам. А в сочинении от тебя никто не просит никаких пояснений. Но ты продолжаешь это почему-то делать. Я поймала себя на мысли, что в пятом и шестом сочинении я мыслила именно так, то есть я слишком много расписывала. Хотя, по идее, там было достаточно привлечения тезисов и небольшого анализа. Я расписывала, все объясняла. Я очень внимательно следила за речевыми ошибками, чтобы не было повторов. В 12-м следила за орфографией, пунктуацией. Мало ли, да, можно случайно что-то упустить, случайно что-то не выделить, и тогда возникают проблемы. Что я рекомендую делать ученикам, которые сдают ЕГЭ в основную волну? Я рекомендую вам обязательно посмотреть на разбор досрока, обязательно посмотреть на разбор реальных заданий ЕГЭ, которые я снимала в прошлом году. Все это есть на этом канале. Отработать все задания и по этим заданиям проработать всю теорию, все темы, которые необходимы для экзамена. Мы это будем делать на нашем легендарном курсе «Предбанник». И совсем скоро я о нем расскажу. Если вы хотите к нам присоединиться или узнать подробнее, пишите кодовое слово «Предбанник» в сообщение группы, когда появится вся необходимая информация. Да, просто следите за моими социальными сетями, и я обязательно расскажу о нашем легендарном курсе «Предбанник». А сейчас предлагаю посмотреть на разбор моей работы. Она очень интересная. Есть что посмотреть. Там есть как сильные стороны, так и слабые стороны. Предлагаю на моих ошибках учиться и делать на экзамене все правильно. Поехали! Итак, ребята, в этом ролике я разберу свой вариант ЕГЭ, покажу вам сканы и расскажу, за что бы я сама, например, снизила балл. И первое, что еще хочу сказать, это то, что для того, чтобы набрать высокий балл на экзамене, вам не нужно писать какую-то диссертацию или гениальную работу. Достаточно быть понятным на экзамене и сделать так, чтобы твои сочинения никак не противоречили авторской позиции. Об этом в том числе рассказывали на курсах экспертов ЕГЭ от ФИПИ. Я там видела совершенно разные сочинения, и многие из них были не идеальны, но при этом они получали максимальные баллы. И я вам хочу показать, да, что моя работа абсолютно простая. ничего супер невозможного, нереального в ней нет, да. Я писала просто, понятно, по делу, без воды, конкретно. И за это мне поставили максимальные баллы в сочинении. Баллы я потеряла. Один балл я потеряла в тестовой части, в третьем задании. Вот посмотрите, вот оно злосчастное третье задание. А здесь я хочу обратить ваше внимание, что обязательно мы пишем печатными буквами. Слова пишутся слитно, если у вас там несколько слов, да, в ответе. Пишутся слитно, без пробелов и других каких-то знаков. Единица пишется с хвостиком, да, это в том числе в образце дается. Ну и посмотрите на пятое задание, на шестое задание, на десятое, одиннадцатое, двенадцатое. Здесь четко прописано, что задание выполняется в бланке ответов номер два. Поэтому вы здесь не допустите ошибку, не переживайте. Здесь четко в бланке уже написано, что здесь нельзя писать, что эту клеточку нужно оставить пустой, и вы туда ничего не напишите. Раньше такого не было, сейчас добавили. Поэтому расслабляемся, успокаиваемся, все будет хорошо. Если вы допускаете какие-то ошибки, можно заменить свой ответ вот тут вот, указав номер задания и указав правильный ответ. Засчитывается самое последнее исправление. То есть если вы несколько раз ошиблись в этом задании, вы можете исправлять его ровно до того момента, пока не напишите правильно. Шесть попыток есть на исправление. Но старайтесь сначала в киме все подчеркать, поискать, выделить, написать для себя ответ, а только потом переписывать уже в бланк, ну зачем вам эти страдания, эти мучения, когда можно сразу все нормально написать, без исправления и так далее. А сейчас переходим к анализу сканов. Итак, у меня было два сочинения, 5.1 и 5.2. Я написала два сочинения в черновике и выбирала, какое я перепишу. Выбрала в итоге 5.2 про развивающийся конфликт. Как представлен развивающийся конфликт, как он создается, через что, да, и давайте смотреть. Во-первых, на развивающийся конфликт указывает напряженная атмосфера. Я выделила развивающийся конфликт через напряжение, через напряженную атмосферу, в которой находятся наши персонажи, которая создается в момент споров. Во время диалога героев появляются эмоции. Почему она напряженная? Сразу показываем эмоции, выражающие отношения антиподов друг к другу. И конкретно подчеркиваем, как у Базарова, а как у Кирсановых. Например, Базаров восклицает с презрительной усмешкой. Эта характеристика показывает что? Показывает его уверенность в себе. А это очень злит Кирсановых, да, поэтому создается напряженная атмосфера. Вот как вы изволите шутить? Тургенев в этом эпизоде представляет двух людей с разным поведением и состоянием. Вот почему еще напряженная атмосфера. Из-за чего происходит напряженный диалог, в результате которого усиливается недовольство братьев Кирсановых. Обратите внимание, что я говорю именно про недовольство братьев Кирсановых. Не про Базарова, а про Кирсановых. Потому что они больше злятся. Базаров-то уверен в себе, уверен в своих словах, в своей правоте, в своих действиях и так далее. А вот Кирсановы, они недовольны всем, что происходит. Во-вторых, монолог Павла Петровича в финале отрывка раскрывает его возмущение. Причем, как подчеркнуть вот это недовольство, да, это тоже показывает развивающий конфликт, указывает на это. Потому что из-за недовольства Павла Кирсанова в дальнейшем многое развивается. Потому что он постоянно задает вопрос Базарову, он постоянно им интересуется, он постоянно вызывает его на диалог, да. Он утверждает, что молодежь точно умнее, но в душе герой с этим не согласен. То есть он произносит эту фразу, но через его действия, через его жесты и поступки понятно, что он с этим не согласен. Его речь полна восклицаний, так автор представляет обиду Кирсанова на мир и жизнь. Называя себя отсталым колпаком, Павел Петрович злится на Базарова, что указывает на развивающийся конфликт между героями. Опять же, напряженная атмосфера и поведение Павла Петровича показывает то, что перед нами развивается конфликт. Вот такой был вопрос, что указывает на развитие конфликта. Атмосфера, поведение Павла, потому что он более активный в этой истории. Хорошо, следующий вопрос. В каких произведениях показаны взаимоотношения отцов и детей? Классная тема, каждый год почти встречается на ЕГЭ, просто муа, конфетка, тема. Обратите внимание, что в шестом задании мы анализируем как текст из кима, так тот текст, который мы приводим сами. И делаем это равнозначно и равноценно. Обязательно ли писать сходство и различие? Достаточно написать только сходство или только различие. Но в любом случае схожие черты у вас между произведениями будут, потому что они на одну тему. Если даже вы уже в предыдущем сочинении, в пятом, все расписали об отцах и детях, мне все равно нужно проанализировать текст отцов и детей. И обязательно сопоставить, сравнить. Давайте посмотрим, как я это делаю. Произведение Грибоедова «Горе от ума» обязательно указываю автора и название произведения, за это ставят баллы. Так же, как и в романе Тургенева, показаны взаимоотношения отцов и детей. Теперь мы анализируем «Горе от ума». Как это представлено в «Горе от ума»? Чацкий является представителем века нынешнего, а Фамусов – века минувшего. Александр Андреевич пытается донести важность своих взглядов. Однако его никто не хочет услышать. Показываем особенности и своеобразие конфликта отцов и детей «Горе от ума». Речь героя очень эмоциональна, его монологи длинные и развернутые. Фамусов не выражает, сам Фамусов выражает, с Фамусов же выражает лишь недоумение и возмущение. Автор показывает два совершенно разных мира. Персонажи Грибоедова, подобные персонажам Тургенева, вот оно сопоставление, когда мы сравниваем персонажа Грибоедова и персонажа Тургенева. О чем они спорят? О важных явлениях действительности. Чацкий и Фамусов говорят о службе, слепом подражании всему иностранному нравах дворянства. Базаров и Павел Петрович спорят об искусстве, науке, значимости принципов. Обратите внимание, после вот этого сопоставления можно плавненько перейти к отцам и детям и проанализировать это произведение. То есть как сделать так, что можно проанализировать и одно, и другое, и сравнить их. И как это сделать плавно? По такой структуре. Сначала берем, анализируем одно произведение, потом их сопоставляем, а потом говорим о другом произведении. Анализируем его, показываем особенности, своеобразие конфликта отцов и детей в этом произведении. Евгений равнодушно высказывает свои взгляды, а старший Кирсанов возмущается поведением младшего поколения. Он не может принять подобное отношение к жизни и отрицание всего. Для Павла Петровича существование без принципов невозможно. И дальше посмотрите, опять же, мы сопоставляем, да, как только вы проанализировали одно, можно снова сопоставить, если хочется, опять же, не обязательно, да. Мне хотелось вот прям сопоставить еще, показать. В обоих произведениях в лагере детей представлены одинокие герои. Это уже различия я здесь пишу. Но их взгляды по-настоящему никто не поддерживает. Но в отличие от отцов и детей, в горе от ума представлены вне сценические герои, которых фамсусское общество отказалось принимать. Они кажутся дворянству странными и опасными, как и Чацкий. То есть я здесь выделила, чем, например, горе от ума отличается от отцов и детей. Опять же, это было не обязательно, мне просто показалось, что эту разницу можно показать спокойно, это только будет в плюс. Дальше мы смотрим на 10.2. Тут у меня было стихотворение Полинера. Если вы не смотрели разбор всех вариантов, я рекомендую вам посмотреть. У меня на YouTube-канале есть разбор всех вариантов, которые были на досроке, но основных. Там парочку вариантов только не влезло. Я их доразбирала в Telegram-канале. Но в целом там большая часть заданий есть. Я рекомендую вам посмотреть. Но в том числе само стихотворение вы полноценно можете там увидеть. Итак, давайте смотреть. 10.2 нужно было показать, почему доказать, почему это стихотворение относится к философской лирике. То есть, что позволяет отнести это произведение к философской лирике. Философская лирика это что? Это размышления о смысле жизни, о месте человека в этом мире, о его положении и так далее. Во-первых, в стихотворении представлены грустные философские размышления о несбыточных мечтах. Философская лирика, философская. И показываем, как это проявляется. Лирич Сигерой называет все свои стремления сном, сравнивает их с чем-то недостижимым и нереальным. Все стихотворение проникнуто драматическим пафосом. Лирич Сигерой разочаровался в жизни и потерял всякую надежду. Все мои грезы, сны и не боли. И не совершаются никогда. Тут мы сразу доказали цитаты. Текст у нас перед глазами. Во-вторых, в стихотворении звучит обесценка всех чувств и желаний. Обесценка всего – это тоже философская лирика, когда герой размышляет о своей судьбе, рефлексирует, да, и в том числе обесценивает. Это тоже относится к философской лирике. Страсти и пыл не воспринимаются всерьез лирическим субъектом. Для него все это потеряло прежнее значение. Ни страсти, ни пыл ничего не значат. Все, что мы говорим, есть ложь. Как мне кажется, можно было еще глубже проанализировать это стихотворение. Я просто очень много времени потратила на пятый, пока писала два варианта, и двенадцатых я тоже несколько написала. По слову написала, и по тючеву написала, и выбирала потом. Конечно, не полностью, где-то тезисно, где-то там с общими словами, но просто мне не хватило времени, поэтому на десятом и одиннадцатом я особо не старалась, я быстро-быстро писала. Как мне кажется, это сочинение можно усовершенствовать тем, что можно добавить глубокий анализ, побольше именно анализа, да, просредства выродительности. Возможно, еще какие-то философские мысли, в том числе на том вебинаре я об этом рассказывала. Итак, одиннадцатое сочинение, нужно вспомнить стихотворение, где герой переживает кризисный этап в жизни, да, и я думала, либо использовать Лермонтова, либо использовать Есенина. Я выбрала Есенина в итоге, потому что мне показалось, что стихотворения очень созвучные, их даже лучше будет сопоставлять. Итак, в стихотворении Есенина обязательно называем автора и название стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу». Лирический герой переживает кризис. Анализируем Есенина. Он понимает, что не будет больше молодым, осознает быстротечность жизни. В стихотворении «В небе моем, как на осеннем поле» представлены грустные философские размышления о несбыточных мечтах. Есенин, как и Аполлинер, для изображения состояния лирического героя дает картины природы. Вот оно сопоставление. У поэта и мажениста, обратите внимание, как я не допустила повтор. Не хотелось говорить Есенин, потому что это был бы повтор. Я написала «поэт», но непонятно, Аполлинер или Есенин. Я добавила «имаженист», и получилось, таким образом, все поняли, что это Есенин. У поэта и мажениста представлены березы, выражающие любовь лирического героя к родному краю, а у Аполлинера звезды символизируют мечты. Несмотря на то, что в двух этих текстах переживается жизненный кризис, мы это подчеркиваем, пафос стихотворений разный. Есенин градации подчеркивает принятие действительности. Вот разницу вот эту мне хотелось показать, потому что у Есенина заканчивается стихотворение оптимистично, и название стихотворения дается «не жалею, не зову, не плачу», Аполлинер обесценивает любые страсти, и, как мне кажется, можно было чуть-чуть побольше добавить анализа к Аполлинеру для того, чтобы, ну, точно все было прекрасно. И двенадцатое сочинение было по лирике Тютчева. Значит, какие там темы были? Первая тема была про отношение автора к герою слова «Полку», я очень хотела ее написать, но что-то я пишу, пишу и понимаю, что что-то медленнее у меня идет. Да, тезисы получаются, но не захотелось. Написала по Тютчеву, как раз недавно с мастерами разбирали, и у меня очень просто пошла эта тема. В лирике Тютчева «Человек и мироздание» представлены по-разному. Здесь нужно было показать изображение человека и мироздание. Обычно даются противоречивые чувства романтического лирического героя, погруженного в свои мечты и стремления, которые не ограничены ни временем, ни пространством. Рассмотрим эту тему на примере трех стихотворений. Тут я в целом сказала, какая она лирика Тютчева, что ей характерно в общих чертах. И дальше конкретно уже в стихотворениях мы анализируем человека и мироздание в творчестве. В произведении «Селенцию» раскрывается тема уникальности человеческой души. Автор, продолжая традиции Жуковского, невыразимые, выражает идею о том, что мир каждой личности исключителен и невозможно все чувства и мечты передать словами. Раскрываем суть стихотворения, его главную идею. И Тютчев призывает человека хранить молчание. Для этого он использует градацию. Молчи, скрывайся и таи. И чувства, и мечты свои. По мнению автора, только так можно обрести счастье и гармонию. То есть тут мы показываем именно связь человека и мироздание. Эта связь допустима только тогда, когда человек сохраняет себе самые лучшие черты и не растрачивает их просто в обществе. «Внимай их пенью и молчи». В стихотворении раскрывается тема связи внутреннего мира с космосом. Это называется в литературе космизмом. Как связаны мир человека и мироздание. Дальше. В произведении «С поляны коршун поднесла» изображена мнимая свобода человека. Автор, используя антитезу, представляет два разных мира. Природа олицетворяет коршун, который является сильной, свободной птицей. Природа мать ему дала два мощных, два живых крыла. Мы тут воплощаем мир человека и мир природы. Да и показываем, что мир человека представлен противоречивым. Свобода ему дается лишь призрачная. Я царь земли, прирост к земли. И дальше. В стихотворении «Не то, что мните вы природа» продолжается тема разлада между человеком и природой. Лирический герой задается риторическим вопросом, пытаясь понять, как мыслят эти люди. Или их садовник приклеил, для того, чтобы понять, откуда это появилось, откуда это воплотилось. Автор выражает идею о том, что в природе есть жизнь, душа и язык. Человек может лучше понять себя, если будет внимателен. И далее. Тютчев осуждает людей, равнодушных пейзажем. Для него они не слышат голос матери родной, потому что природа является матерью родной. Таким образом, в произведениях поэта представлен как разлад между человеком и природой, так и их связь. Тютчев подчеркивает то, что люди без гармонии с мирозданием не смогут быть счастливыми. То есть, по сути, мы здесь показываем как и связь с мирозданием у человека, так и отсутствие этой связи. Вот такой вот вариант. Напишите в комментариях, как вам. Я считаю, что это не лучшие мои сочинения. Я могу написать намного лучше, но тогда получилось, как получилось. И результат даже меня, если честно, удивил, потому что когда я вышла с ЕГЭ, мне казалось, что ну да, я написала все четко, хорошо, но где-то, наверное, накосячила. Не прям подробно расписывала многие вещи, делала все быстро-быстро. Я как бы не рассчитывала на супер-супер-супер какую-то нереальную работу. Мне казалось, что что-то могут здесь найти. И как мне кажется, если бы я сама проверяла свою работу, я бы здесь снизила баллы за анализ, например. Но, опять же, смотрите, для того, чтобы набрать высокий балл на экзамене, не нужно писать какую-то диссертацию или гениальную творческую работу. Достаточно быть понятным и попасть во все критерии. Тогда все будет хорошо. Вот как-то так. Такая у меня была работа. Ребята, что я хочу сказать, что экзамен по литературе это не какой-то экзамен олимпиадного уровня, высшей уровни сложности. Нет, любой человек, любой человек, который изучает литературу в течение года, способен написать этот экзамен на высокий балл. Вы видите, что в моих сочинениях нет чего-то там супер-выдающего, да, потому что нужно просто расписать по критериям темы, раскрыть. И этого достаточно для высокого балла. Не нужно писать диссертации, не нужно писать научные работы. Все четко по вопросу отвечаем, расписываем и получаем свои максимальные баллы. Я желаю вам удачи. Знаю, что у вас обязательно все будет хорошо. Верьте в себя и занимайтесь. Тогда все будет шикарно. До скорых встреч. Пока-пока.